МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Новостями Венсполса вас приветствует Курзумское телевидение в студии Татьяна Саксаганская. На протяжении нескольких лет в Венсполсе ведутся работы по реконструкции площади Лейлос. Венсполчане с нетерпением ждут момента, когда начнет работать новый фонтан, работы по установке которого еще ведутся. В 2018 году на столетие Латвии планируется на площади открыть новое здание музыкальной школы, в которой будет и акустический концертный зал. На протяжении многих лет Венсполская центральная площадь, которая когда-то носила название Ленинская, остается ключевым местом города. В 2018 году здесь распахнут свои двери венсполский концертный зал и музыкальная школа. Но до этого на протяжении трех лет Венсполс искал лучшую идею для оформления своего центрального места. Этот объект, как будто можно сказать, несколько частей. Одна есть своя площадь в гранитном покрытии и брусчатке, которая уже сделана в прошлом году с данной эксплуатацией. Вторая часть это есть эти мачты и фонтан, который в прошлом году только весной начался и должен закончиться до открытия туристического сезона в этом году. И третий такой этап может еще три года, это будет примерно до конца 2018 года. Это здание южного края, это музыкальная школа с концертным залом. Большое значение для становления новой центральной площади сыграл немецкий архитектор Дэвид Кук. Именно его идея венсполского концертного зала победила в конкурсе. Благодаря этому немцу у площади появился рельеф, а позже архитекторы реализовали самые смелые идеи, например, посадили на площади яблони. В год, когда Латвии исполнится 100 лет, венсполская детская и средняя музыкальные школы начнут хозяйничать в новых помещениях в южной части площади. А вообще это достаточно нетипично, что один архитектор проектировал и площадь, и концертный зал, и даже фонтан. До этого в Венсполсе за конструкции всех фонтанов в городе отвечали скульпторы. Мы там несколько идей отклонили, в том числе я был инициатором отклонить, потому что это было как бы такие фонтаны в мире есть. И там у нас там больше, меньше, но никакой новой идеи там не было, это было неприемлемо. И мы вместе с архитектором долго искали идею, она была найдена, но само проектирование техническое и строительство очень сложное, очень сложное инженерное сооружение получается. На данный момент продолжаются работы по возведению центрального фонтана, у которого уже есть своя история. Валзивс, кит – это название парусника, некогда принадлежавшего герцогу Якобу. Чтобы композиция фонтана как можно больше напоминала парусник во время шторма в море, все мачты будут установлены под наклоном. Не просто так строятся эти мачты. Какой рассказ под это? Автор этим мачтам немецкий архитектор Дэвид Кукс, который, скажем так, идею взял парусника герцога Якоба, Валзивс. Он был в 1644 году построен в Валзивсе. И, в принципе, идея и пропорции здесь соблюдены, и это как корабль, как это визуально выглядит. Фонтан возводят уже год. Сначала были установлены две первые тестируемые мачты для того, чтобы проверить функциональность и технические возможности фонтана. Освещение мы уже видим, а вода? В общей сложности в этих мачках есть 17 тысяч скважин. Там есть и свет, и вода. И там между светильниками маленькими находятся форсунки, которые подаются в два вида воды. Это такой туман. Один вид туман, а один вид струя выходит. Там еще будет процесс регулирования. Надо сделать, как это выглядит. Мачты из нержавеющего металла должны будут нести различные технические функции. В 17 тысячах отверстиях мачт будут размещены лампочки и подведена подача воды. Я думаю, построим новый концертный зал, вместе с созданием музыкального училища. Я думаю, это будет такой очень оригинальный в одном эксцентляре в мире объект. Уникальный в своем роде проект реализовывают местные мастера. Предприятие «Остасцелтникс» и производители из Елговы. Главный предприниматель «Остасцелтникс» и мачты изготавливаются в Латвии и Елговы. Там есть специальное оборудование, которое надо делать. Как говорилось, 17 тысяч дырок, чтобы сделать. И очень надо... Филингранная работа очень. Да, филингранная работа сделать. Как видите, то, что уже сделано, все очень качественно. Потому что немецкий автор здесь несколько раз живен способом был. Он хвалил наших мастеров. А этим летом жителям и гостям города уже удалось опробовать фонтан. Когда благодаря внесенным изменениям в городские обязательные правила было официально разрешено ходить по воде в этом фонтане. Диана Олегнович, Гондопорнец, Эдгар Синдрексон, Скурземское телевидение. Государственный центр содержания образования доверил Венсполскому техникуму организовать конкурс профессионального мастерства среди учащихся латвийских учреждений профобразования. Первый тур конкурса прошел в Смилтоне, а полуфинал в Венсполсе. Конкурс специалистов общественного питания прошел на прошлой неделе в Венсполсе. Участников оценивало профессиональное жюри. Знаете, я была во время прошлого тура в Смилтонском техникуме. Меня он сильно удивил. Но венсполский техникум еще больше поразил. По три лучших участника первого и второго туров будут стартовать на латвийском смотре, финалисты которого в свою очередь отправятся на конкурс европейских профессиональных учреждений. Конкурс организовали для того, чтобы выбрать лучшего. Это второй полуфинал. Дальше будет финал. Кто победит в финале, сможет участвовать в европейских и мировых международных конкурсах. Думаю, для их возраста и профессионального уровня это прекрасная возможность. Конкурс проходил в ресторане реального техникума. Жюри следила и оценивала каждый шаг. А в роли клиентов выступали известные в обществе люди. Всем надо учиться. Так приятно видеть, как они стараются. Техникум сейчас находится в начале пути. И повара, с каждым разом изучая основы своего мастерства, смогут повышать свой уровень. Пока все только начинается. Мне нравится, что есть молодые люди, которые стараются. Они солидные, улыбчивые. Я себя здесь прекрасно чувствую. Здесь прекрасная панорама на город и чисто. Очень вкусно. Молодые люди такие внимательные, подходят, спрашивают. Наша профессия – это не только теория. Это 100% и практика, и теория. А также это и гости, и предприниматели. Все это входит в нашу профессию. Если что-то, например, упало, то официант должен уметь выйти из ситуации. Он должен уметь разговаривать. Когда вы не разговариваете, люди смотрят вам на руки. Венсполский техникум уже однажды одержал победу в латвийском конкурсе специалистов общественного питания. В пятницу в жюри оценивало работу поваров, официантов. Результаты следующие. В конкурсе поваров первое место у воспитанника цикандовского сельскохозяйственного техникума Кристианы Штейнфелды. На втором месте воспитанник профессиональной средней школы Рейман Валентин Галяш. На третьем Виктория Петричица из Елговской ремесленной средней школы. Среди будущих официантов учащийся второго курса Венсполского техникума Кристоф Склявенш занял третье место. На втором месте воспитанница Лепойского государственного техникума Оксана Тарасенко, а лучше была признана Мара Розентала, представляющая Рижский техникум туризма и творческой индустрии. Если бы я училась в такой школе, я уверена, что я работала бы в каком-то дорогом ресторане. Здесь качественная база обучения, приближенная к рабочим условиям. Татьяна Саксаганская, Гондопорница, Инжодзин, Шкурзамское телевидение. В прошлую пятницу в театральном доме Юра Сварты прошел второй концерт, организованный в рамках цикла образовательных концертов «Слово юным венсполщанам». В первой части для юных зрителей демонстрировали музыкальную сказку «Петя и Волк», а во второй учащейся в Венсполской музыкальной школе выступали вместе с Венсполским камерным оркестром. В прошлую пятницу в стенах театрального дома Юра Сварты собрались юные музыканты и просто любители камерной музыки. Это уже второй концерт в рамках цикла концертов «Слово юным венсполщанам». Это одна из основ моей концепции развития венсполского камерного оркестра. Мне кажется очень важным, что дети могут осознать, что оркестр и классическая музыка – это головокружительное приключение, которым стоит принять участие. Одним из солистов на этом концерте был Эрнест Цирулес. Он учится в Венсполской музыкальной школе на первом курсе, но серьезно занимается музыкой уже 10 лет, и в его жизни это не первый опыт выступления вместе с камерным оркестром. Эрнест играл в Лондоне на открытии Олимпийских игр. И как рассказал нам юный виолончелист, ему было очень приятно играть перед столь юной публикой. Основная мысль – это привлечь к музыке детей, поэтому вон сколько маленьких детей пришло. Но, как признался Эрнест, единственным неудобством было отсутствие подходящего помещения для репетиций. Мы только на этой неделе начали репетировать в Юра Сварты. Да, все-таки нам не хватает посещений, ведь невозможно поместиться всем оркестром в маленькой комнате. Еще одним солистом на этом концерте была Элла Жакова. Она учится на третьем курсе в Венсполской музыкальной школе, но до сих пор волнуется, каждый раз выходя на сцену. Для меня это что-то было, я нервничала очень. Не знаю почему, у меня в последнее время такое бывает. Чем лучше играет, тем больше нервничает. Во время того, когда я играла, действительно получила большое удовольствие. Родители Эллы всегда поддерживали ее в стремлении к музыке. Практически с пяти лет она пошла в музыкальную школу. У нее замечательный педагог Майя Артуровна Луига. В общем-то, почему-то, как ребенок, она захотела, я пойду играть на скрипке. Моя мама ее в свое время отвела. То есть нет такого, что ребенка заставляют. Я не знаю, это, наверное, то ли врожденная, то ли что-то вот начало. У нее вся музыка занимает все, волнение какое-то. Причем, чем лучше, тем больше волнение. Как ни странно, я думаю, должно быть наоборот, а тем не менее, ну вот так вот. Пройдет. Пройдет так. Во время исполнения музыкальных произведений для юных зрителей на большом экране демонстрировали видео о том, как изготавливают тот или иной инструмент. А что было самым интересным? Там, где показывали, как делают рояль. А во время перерыва все желающие могли попробовать поиграть на понравившемся инструменте. Микклс, учащийся Кулдорской музыкальной школой, занимается в классе ударных инструментов. Но в этот день решил попробовать сыграть на духовом. Музыка. Музыке мне нравятся звуки и то, как они звучат. Мне нравится музыка. А ты мечтаешь стать музыкантом? Да. Да, я в детстве хотел стать барабанщиком. Поэтому я сейчас и учусь в музыкальной школе, и надеюсь, что моя мечта сбудется. В этот день среди зрителей было очень много детей. И нам стало интересно, действительно ли в наше время младшее поколение интересуется музыкой, или все-таки родителям приходится заставлять своих детей заниматься и посещать музыкальную школу. С этим вопросом мы обратились к одному из педагогов Венсполской музыкальной школы. Возможно, это ведь не просто. Это работа, и надо много работать. Возможно, некоторым родителям надо настоять. Но в основном нет. А как отметил Микс, флейтист Венсполского камерного оркестра, занятия музыкой в юном возрасте поспособствуют разностороннему развитию личности. Нам следует воспитывать молодое поколение и как бы дать им вдохновение, чтобы они продолжили, начитое нами. И, наверное, музыка помогает всем развивать реакцию и слуху, и, скажем так, развивать эмоциональный мир. И я думаю, каждому ребенку в детстве и юношества следует поиграться на каком-то инструменте. Это в будущем обязательно поможет. В свою очередь, дирижер Венсполского камерного оркестра отмечает крепкий фундамент в Венсполсе для музыкального развития. Я думаю, в Венсполсе огромное количество возможностей для занятия музыкой. Следует лишь уметь использовать их. Например, выпускник, который еще в прошлом году играл в Венсполском камерном оркестре, сейчас играет в оркестре симфонета Рига, участвует во многих других проектах. А ведь он учится лишь на первом курсе в Латвийской музыкальной академии. Это большая заслуга его учителя, его самого и заслуга всего города, который поддерживает культуру. А также возлагает большие надежды на новый концертный зал и музыкальную школу, которую планируется построить на центральной площади Венсполса. Я вижу, как учащиеся и учителя бегают. Один урок в одном месте, второй в другом, в следующем. Конечно, это надо решать. И радует, что решают. Проходят дебаты, дискуссии, но в Венсполсе всегда была целеустремленность. Этот проект должен быть реализован. Музыкальная школа должна быть в Венсполсе и, конечно, хороший, качественный акустический зал. Учащие из Венсполсской музыкальной школы и их родители также с нетерпением ждут реализации этого проекта. Мы будем на четвертом курсе и станем первым, кто там будет учиться. Но это еще должно произойти. Ждать мы, конечно, все очень ждем. Обещают, что и хороший концертный зал, и все новое в одном новом здании школы. Я считаю, это очень важно для нашей школы и вообще для Курзомского региона, потому что будет такой большой зал и такая возможность новым музыкантам представлять. Об этом давно говорят замечательные директоры, Григолис. То есть здесь столько открылось новых отделений, и джазовая, и звукорежиссура, и так далее, и так далее. Не просто какая-то заурядная музыкальная школа, а очень мощная. Но, конечно, зданий не хватает, потому что сейчас, допустим, учатся, занимаются здесь, потом переходят в другое помещение. То, что музыкальная школа снимает, да, а, в общем-то, потенциал этой музыкальной школы очень мощный. То есть не рядовая школа, конечно. Диана Олегнович, Андрей Кулыгин, Курзомское телевидение. Февраль внес различные изменения в программе Венсполского театрального дома. Гриб не пожалел ни актеров, ни музыкантов. Были возвращены билеты и перенесены театральные представления. Также в конце февраля Венсполчане ждали легенду блюза Биг Даду Вилсона, который должен был импровизировать вместе с группой Латвийн Блуз Бэнд. Но, к сожалению, Гриб настиг и звезду блюза. Поэтому в последний момент программа была изменена, и на сцену вышел другой музыкант из Америки Грег Коупеланд. Блюз интернационален. Из-за своих 16 лет существования Латвийн Блуз Бэнд давал концерты не только в Европе, но и в России, США и даже в Египте. А также группа участвовала на крупнейших блюзовых фестивалях. В этот раз концертную программу в Венсполсе пришлось последний момент поменять, так как из-за болезни не смог приехать легенда блюза Биг Дэддэ Вилсон. Но Гриб не вечно, посеркаться, что это Латвия, что это ситуация, что это ситуация. От Гриба никто не защищен. Неважно, живешь ты в Латвии, Германии или в другой стране. Посмотрите, даже хоккеисты, такие силачи тоже болеют. В принципе, за все время существования нашей группы, за эти 15 с лишним лет, у нас уже раз 6 были такие замены. Но это своего рода школа. Если ты знаешь основу блюза, то сыграться с любым блюзменом не будет проблемой. У нас была лишь одна репетиция, и вот мы здесь. А как вы оцениваете сегодняшнее выступление? Знаете, я думаю, что концерт был очень хорошим. И одно я вам могу сказать точно. Я получил огромное удовольствие от выступления. Зритель очень хороший, а если публика хорошая, то выступление музыканта улучшается. Хочу отметить, что провел отлично время здесь, в Латвии. Люди ко мне относились очень дружелюбно, поэтому, надеюсь, вскором вернутся сюда. Группу Latvian Blues Band оценили многие европейские и американские эксперты, так как парни исполняют свой оригинальный блюз. Грег Копеланд, музыкант из Америки, поспособствовал возвращению к корням блюза. Играя с этим музыкантом, мне понравилось вернуться к корням блюза. Не секрет, что никому не надо второго Биби Кинга или Стива Вандера. Все стараются быть оригинальными. Но есть и те музыканты, что поддерживают так называемые блюзовые корни. Несмотря на то, что Latvian Blues Band культивирует свою оригинальную игру, оригинальный блюз, благодаря выступлениям с такими музыкантами, и у нас есть возможность сыграть тот старый блюз и вернуться к стокам. Наши парни за один из своих альбомов получили награду «Золотой микрофон», а также имели честь выступать вместе со многими всемирно известными блюзовыми артистами. Грег Копеланд не только фанк, соло и блюз-исполнитель, но и композитор. Как блюз вошел в вашу жизнь? Я вырос вместе с блюзом, родился в семье любителей блюза. С тех пор, как я был маленьким мальчиком, блюз все время звучал в моем доме. Мои родственники были музыкантами, мама исполняла хоспел. И когда я впервые услышал блюз, он поселился в моем сердце. С тех пор это то, чем я сейчас занимаюсь. Домашним клубом для парней из Латвиян Блуз Бэнд является Рижский Битлз Блуз Клаб. Слово – единственный блюз-клуб в Латвии. Но музыканты и отметили то тепло, с которым их встретили в Венсполсе. Всегда приятно возвращаться в Венсполс, как я всегда говорил, как к себе домой. Как известно, Латвиян Блуз Бэнд много разъезжает с концертами, и всегда приятно вернуться сюда. Публика нас тепло встречает. В Венсполсе публика выросла на блюзе, и я вижу и слышу, как она аплодирует после соло. Поэтому я и говорю, чувствуешь себя, как настоящая Америка. Это замечательная бэн. Это замечательная группа. Я читал, что она была номинирована как лучшая блюзовая группа в Европе. Теперь я понял, почему. Это замечательные музыканты и люди. Во время тех шоу, в которых я выступал вместе с ними, они незаметно заставляли меня исполнять лучше. Но мне же надо быть на уровне этих парней. Я на самом уровне, как здесь. Да, да. В течение трех дней в Венсполсе проходили крупнейшие соревнования по шорт-треку среди юниоров. На лед вышли 170 спортсменов из 12 стран. Победители получили путевку на финальный этап розыгрыша Кубка Европы. Соревнования, прошедшие в Венсполсе, стали одним из отборочных этапов на Кубок Европы. В Венсполском ледовом холле собрались шорт-трекисты из 12 стран, представляющих Восточную Европу. Отдельно квалификционный отбор проходит и в Западной Европе. А в финальные соревнования Кубка Европы выходят по 10 лучших конкобежцев в каждой возрастной группе. Латвийскую команду представляли лидеры страны, с которыми связаны большие надежды на призовые места. В общем зачете в группе юниоров победу праздновал Янис Роберт Звейнекс, занявший первое место на дистанции 500 метров и второе на полторы и тысячи метров. Конечно, мог бы выиграть на каждой дистанции, но это не было моей основной целью. Я победил в общем зачете, сделав все, чтобы это произошло. Я тренировался всего три недели, а перед этим три месяца болел. Думаю, это хороший результат. Сейчас надо готовиться к следующим соревнованиям. По словам Яниса Роберт Звейнекса, в этом этапе сильной конкуренции у него не было. Однако серьезные старты предстоят в ближайшие две недели. Это чемпионат мира и финальный этап Кубка Европы. Спортсмен ставит перед собой задачу взять золото. Только что вернувшийся из Лилл Хаммера с бронзовой медалью Карлес Крузбергс был лидером по результатам двух дней. Однако, заняв четвертое место на дистанции 1000 метров, смог подняться только на вторую позицию в общем зачете. По мнению президента Латвийской Федерации конькобежных видов спорта Эдвинса Силовса, соревнования прошли успешные результаты, которые, показали спортсмены, были удовлетворительными. Радует, что в эстафете доминировала Латвия, а также радостно было наблюдать за выступлениями наших лидеров Крузберга, Берзинча, Звейнекса, которые продемонстрировали все возможности победить на таких соревнованиях. Латвийские спортсмены собрали богатые урожаи медалей. Большую часть завоевали венсполские спортсмены. В своих возрастных группах победу праздновали Максим Силичук, Рой Новикс, Эмилия Гутманы, серебро завоевали Беттея Дафны Сухоненкова, Валтер Скандбергс, Алина Усатова, Роберт Скрузбергс, а бронзовыми призерами стали Элина Кичигина, Даниэл Скейш и Лаура Петровича. Организация подобных соревнований – это большой шаг вперед для развития конкретного вида спорта. Это один из видов спорта, популярность которого стремительно развивается. Уже сейчас на все этапы мирового чемпионата билеты полностью раскупаются. На Олимпийских играх в Сочи за этим видом спорта наблюдало больше всего телезрителей. Однозначно, подобные соревнования популяризируют этот спорт в Латвии и Балтии. Мы – ведущие в этом виде спорта и в Балтийском регионе. Через два года в Венсполсе пройдет финальный этап Кубка Европы, на котором соберутся сильнейшие молодые шортрекисты Европы. Татьяна Саксаганская, Артур Анча, Эдгар Индриксон, Скурзамское телевидение. В воскресенье венсполские баскетболисты потерпели поражение в ответном матче Еврокубка Фиба с израильским клубом Макаби. Матч 1-8 финала закончился счетом 85-93 не в нашу пользу. А значит, сезон розыгрыша Еврокубка для Венсполса закончился. Хозяева площадки уже с первых минут переняли игру на себя и в какой-то момент перевес уже составлял 14 очков. Большие проблемы у венсполчан были в защите и особенно в борьбе под корзиной. Впоследствии нашим баскетболистам хоть и удалось немного отыграться, на перерыв команды ушли со счетом 32-37. После отдыха клуб Макаби вновь увеличил разрыв по очкам, не давая возможности венсполчанам забросить ни одного мяча. Третья четверть завершилась счетом 49-63. В начале решающей четверти перевес составлял уже 20 очков. Но, наконец, Венсполс взял себя в руки и начал уменьшать разрыв. За три минуты до конца матча венсполские баскетболисты отставали от израильского клуба лишь на 7 очков. А за 30 секунд до финального свистка сократили разрыв до 5 очков. Но удача отвернулась от венсполчан и в результате обидный проигрыш. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Страсти не слабее, чем у Шекспира. Напряжение не хуже, чем у Хичкока. 21 марта в Юрсварте. Многогранный спектакль Элмара Синькова «Дачники». Театр Кошек Куклачева приглашает на премьеру спектакля «Кэтс Шоу». В главной роли заслуженный артист России Дмитрий Куклачев и его замечательные пушистые артисты. 16 марта в 18 часов в доме театра Юра Сварты вы увидите яркое представление, полное музыки и танцев, цветастое и праздничное, где кошки и коты покажут, что они умеют на самом деле, и вы будете потрясены. Билеты в кассах театра Юра Сварты и Билоши Сервис.